Игра мифарс без доната. Прошла неделя, у нас очередной турнир намечается. Кроме того, в игре появился очередной призыв с выбором. Но прежде чем я обо всем этом кратко скажу и поставлю себе команду на турнир, хотелось бы пару слов сказать о том, что вот недавно я выпустил ролик с призывами отрядов, и меня спросил человек, вот где фармить отряды, это будет интересная тема, в основном даже кто начинает играть, или только недавно начал. Немного вас расстроил, ребята, игра построена, скорее всего, по моему взгляду, таким образом, что больше фарма начинается с вашим развитием. То есть сразу по 20 призывов отрядов в месяц у вас не получится в начале игры делать. Ну а где я набираю монетки призывов отрядов? Давайте попробую кратко сказать, прибежаться. Ну прежде всего это призыв, не призыв, а сундук рейтинга. Вот здесь вот я в основном сижу на алмазном сундуке, каждый день делаю 5. Ну а так и получаю с алмазного сундука от 6 до 40 монеток. Ну 40 монеток редко падает, да, отрядов. А вот 6, 10 иногда монеток ежедневно падают. Но иногда падают эпические монетки героев, так что тоже немного. Так я посчитал, получается. Ну хорошо, если на 2 призыва 200 монеток выпадет. Ну вот. Монетки я получаю и за все возможные топчики, например, за топ 1% в турнире. Вот вы видите награды. Тут иногда падают эти монетки. За ивенты ежемесячные, типа Excalibur, попадание в топы на редком, эпическом, легендарных уровнях. Там тоже падают монетки. Но вы понимаете, если вы начинаете играть, то вы элементарно даже легендарную сложность там не сможете пройти. За сезонные этапы, да, вот эти вот сезонные задания тоже там дают монетки. За мифического титана там много дают монеток. Ну в основном это, конечно же, не моя заслуга в мифическом титане. Я в топовом альянсе сейчас играю. И поэтому там альянс дружно тянет на топ 1. Ну топ 5, ну в топ 10 попадает альянсов, например. Вот. И я стараюсь там в топ 1, топ 5 залететь. Как получается, и там хорошие награды. Но могли бы быть, конечно, и лучше. Но в основном, давайте вот посмотрим как раз мои последние недавние действия, да. Обзор недавних действий. Вот. За видение. Ну то есть эти видения. Ну это просмотр рекламы. Падают монетки. И в основном, ну к тому, что я сказал, это награды миссии. Ну то есть сундучки. Вот сундучков. Как видите, падают. Здесь 40 упало. А здесь 25 монеток. Ну так, щедро сыпет как-то. Но не часто, не каждый раз. Здесь пусто, например, было в миссии. Вот. Сатаро тоже иногда падают. Ну вот это основные такие, может где-то я забыл там, основные места, где падают монетки. И отовсюду их понемногу скапливается. И, ну не думайте, что у меня так все время было. Опять же, например, полгода назад я в месяц делал по Х-13, Х-14. И даже немного не понимаю сам, откуда у меня такой небольшой прогресс в этом направлении, что уже второй или третий или четвертый месяц я больше 20 призывов в месяц делаю отрядов. Перейдем к установке защиты в турнире. Турнир у нас «Быстрый огонь». Покажу всего лишь две защиты, на которые мне больше всего приглянулись, понравились. Ну вот, и с центром Веста. Последнее время ставят Весту. Не все, и даже может быть немногие. Но так как в этом турнире не будет синих, то красный центр мне кажется более чем логичным. Посмотрим на эту защиту. Ну, Веста в представлениях не является. Чем она отличительна, не Веста, а эта команда, тем, что тут одни девчонки, причем симпатичные. Вот, это забавно. Что говорится по команде, тут уже без шуток, мне она нравится. Особенно тем, что здесь есть такая связка, которую я подметил несколько недель назад. Это связка Веста-Клато. В чем ее смысл в том, что Веста кидает врагу разделения или команде противника, а Клато его при первой же ульте снимает. Это немножко, ну скажем так, имбовая связка. Получается, она немножко имбует. Вот. Но неприятно против этого играть. То есть, Клатос снимает баф распределения, а баф среза брони от Весты остается не снимаемым, потому что это не баф, а дебаф. Ну, это так. Я думаю, вы все это понимаете. Единственное, что здесь небольшой минус, мне кажется, в том, что хиллеры стоят на краях. Вот. Они достаточно долго могут не участвовать в борьбе, особенно первое время. Но с другой стороны плечи все равно сильные. Гульвейк, Тала. Поэтому неприятная защита. И вторую давайте посмотрим. Я тут разглядывал некоторые. Сколько у меня, как получилось. И вот похожая. Похожая защита тоже Веста в центре, но только нет здесь Клато. Я думаю, конечно же, здесь ее не хватает. Но. Но здесь хиллером поставили одного Тесея. Причем Тесей тоже с краю. Но все равно. Интересная защита в том плане, что не знаешь, через какой фланг идти. Вот. Быстрый огонь. Все герои очень быстрые. И поэтому вот эта вот Шива, она неприятная. Тала тоже будет им бывать. Вот. Ну, просто какая-то сбалансированная такая, кажется, команда. Вот. И по аналогу того, что мы сейчас посмотрели, я поставлю свою защиту. Вот. Скажу вам честно, я уже ставил один раз примерно такую же защиту. Но. Но. У меня была она чуть-чуть другая. Там, по-моему, был тоже быстрый огонь. Давайте сейчас найдем имбового героя моего. Фиолетового. Кинами Тепо. Да. Здесь поставлю Талу. Думаю, да, лучше Тала. А здесь, с краю, все-таки Бога Шиву. Ну, логика простая. Чтобы было неповадно идти слева, оставим таких двух массовиков очень неприятных героев. Центр нам даст жизнеспособности всем героям своим распределением. А Клато будет дебафить распределение соперника. Но про хины на Итепо. Как раз-таки я ее и ставлю справа, потому что после, только после снятия распределения, она может хорошенько шатнуть какого-нибудь из героя, а может быть и нескольких героев соперников. Вот такие вот у меня мысли. И такую защиту я и оставлю. Видео затягивается, но я не могу не сказать про призыв с выбором, который у нас стартовал. Прежде всего взглянем на имбовую табличку. Точнее, слева у нас должны быть, по идее, все герои имбовые. Насчет имбовости Габриэль уже говорить не приходится. Все ее далеко запихнули в свои гаражи. А что касается царя обезьяны Фрик для обороны, это одни из лучших героев и входят в мой топ-5, который я, конечно же, не выпустил. Но мысленно я для себя вычислил эти пять героев. Например, царь обезьян буквально год назад был практически и самым встречающимся героем в оборонах за желтый цвет. Но год назад у нас появился автолик. Это была мега-имба, мега-революция, сменила мету на желтый цвет. Я имею в виду за желтого героя. И теперь самый часто встречающийся стал автолик. Мне на самом деле царь обезьян нравится до сих пор. Тем более у меня его толика нет. В последнее время стал встречаться герой как фрик такой. Ну, на самом деле девушка много чего умеет. Умеет бить по всем врагам. Ну, снижает ману на 10%, кстати, как автолик. Поражает меткость противника на 35%. Плюс еще и кровотечение там какое-то, да. Ну, в общем, урон на 4 хода. Небольшой, правда. Вот. В общем, много чего умеет эта девушка. Я долго думал, кого выбирать. Здесь царь обезьян или фрик. Но потом махнул рукой и сказал, какая разница, кого выбирать. В любом случае... В любом случае мне этот герой не выпадет. Просто потому, что по моим представлениям, левое окошко, вот этот выбранный герой слева, он выпадает реже. Ну, раза так в 3, наверное, чем тот, что справа. Но здесь, в этом окошке, совсем другие две интересные... Я бы даже сказал немного смешные детали. Во-первых, Хорус. Хорек этот, стандартный герой. Зачем его сюда запихнули, никто не знает. Ну, я так понимаю, что никто не догадается никогда. Да и я сам не знаю, зачем стандартных героев сюда пихать, кому они нужны до сих пор. Ну, ладно. Будем считать, что для полного числа 15. Второй замечательный момент в том, что Ватан, по моим представлениям, герой, который в обороне стоит лучше, чем царь обезьян и фрик. Он встречается сейчас по чистоте в оборонах, на мой взгляд, на втором месте. Может быть, я не прав, но во всяком случае он им не уступает. И все надежды, у кого нет Ватана, могут здесь его поймать достаточно большими шансами. Кроме того, хочу сказать, что желтые герои... Здесь их, конечно, много. Четверок, я имею в виду. Желтые герои все те, что мне нужно, есть. Это Квако Ананси, это Андреа. Плюс ко всему сюда добавили царя Давида, который здесь король. И еще какие-то желтые, вроде фраера. Ну, мастера черепаху вы видели. Сейчас я призову пять раз, не уверен, что буду призывать за кристаллы. Но, может быть, через день призову, потому что хотелось бы календарика дождаться, узнать, какие призывы с выбором... Угу, хрень, у меня его не было. Ладно, пусть будет. Какие призывы с выбором будут в следующем месяце, мне интересно. Например, в прошлом месяце были совсем неинтересные призывы с выбором, я поэтому и подкопил. У меня получается копить приблизительно по тысяче кристаллов в месяц. Вот, за два месяца я накопил две тысячи. Ладно, не будем затягивать. Похоже, после Хрима мне никто не упадет. Отлично, еще один Танатас. Угу. Вот такой вот был выпуск у меня, можно сказать, понедельничный. Всем мира, ребята, берегите себя. Пока.